Каждый из учеников сочинских школ попал на эту сцену после прослушивания в школах. В состав хоров вошли лучшие вокалисты. Третья классница Мэри стала заниматься вокалом с сентября. И возможность участия в таком конкурсе уже считает хорошим началом. Мы хотим показать себя, как мы можем, что мы можем делать, как мы поем. Мы занимаемся уже с января. Вообще мы занимаемся капеллой, потому что это джара. Он сложный, и мы должны все петь вместе. Живое исполнение считают важным все коллективы, ведь оно дает возможность услышать жюри, технику и гармоничность исполнения. Кроме того, учитывается наличие многоголосия, творческие находки и артистизм. Школьные хоры также представят произведения отечественных авторов, а обязательной в программе станет известная песня Михаила Танича «Когда мои друзья со мной». Районные этапы конкурса среди младших и средних классов пройдут до 13 февраля. Затем состоится муниципальный этап, где выберут лучших по номинациям. А уже после самый зрелищный и сильный голосами коллектив отправится в краевую столицу. В прошлом году победителями в номинации «Младший хоры» стала гимназия номер один, а среди старших – 26-я школа. Сейчас все школы стали готовить гимн Кубани в одинаковом исполнении, потому что мы очень надеемся, что наши хоровые школьные коллективы пригласят обязательно на всемирные хоровые игры, которые мы ждем в этом году летом. Финал фестиваля «Поющая Кубань» пройдет в Краснодаре. Хоры со всех муниципалитетов края будут оценивать преподаватели музыкальных школ, колледжей и известные деятели культуры и искусств в Кубани.